Добрый день! Добрый день! Вот это символический день и сегодня мы хотим заявить одну простую мысль, что на наш взгляд дальнейшее пребывание Путина, всей его команды, всех его многочисленных друзей, ультралиберального правительства, губернаторов нынешних, единой России у власти ведет к деградации России. Идет к застою никаких прорывов, никакого прогресса при этой системе уже не будет. И мы последний год Путина у власти оцениваем как год потерянных возможностей, год упущенных возможностей. Год назад большое количество людей, даже тех, кто голосовал за Путина, они голосовали за левый поворот, за социальное государство, за социальную справедливость, за перемены в интересах большинства населения. Но после этого Путин жестко их кинул, наш народ, тех, кто хотел перемен к лучшему, жестко кинул. Потому что правительство было сформировано из тех же ультралибералов в экономическом блоке правительства, все те же лица. Ни одного представителя оппозиции, патриотического левого спектра политиков не было правительства приглашенного, о чем мы и говорили год назад. И, соответственно, никакой смены курса развития России мы и близко не наблюдаем. За этот год мы получили чудовищную пенсионную реформу, чудовищную, это просто вызов всему народу, вызов. Мы получили повышение тарифов, рост НДС, который привел к удорожанию всего, к росту цен колоссальных. Мы получили новые налоги, мы получили новые ограничения в интернете, мы получили новые ограничения даже за то, чтобы просто критиковать власть. Уже сегодня это подлежит ответственности, оскорблению власти. Мы получили десятки циничных, оскорбительных высказываний чиновников всех уровней. Они как взбесились за последние месяцы, они просто оскорбляют народ раз за разом. Они предлагают нам питаться макаронами, собирать валежник и вообще говорят, что в блокаду-то люди выживали и особо не жаловались. А вы чего жалуетесь? У вас, мол, и так все хорошо. По сравнению с блокадным Ленинградом, вы чуть ли не в роскоши купальцы. Вот до чего доходит эта власть. Она деградирована. Несменяемость власти ведет к деградации. Поэтому сегодня мы говорим четко, стране нужен новый курс, нужен левый поворот, нужно реальное социальное государство. Для этого необходима отставка правительства, отставка главы Центробанка, досрочные выборы в Госдуму. Мы говорим о недоверии президенту, потому что он возглавляет страну и он отвечает за внутреннюю и внешнюю политику. Поэтому перекладывать с него ответственность на исполнителей, это абсолютно неправильно. Мы говорим о том, что нужно срочно отменять пенсионную реформу, возвращать срок выхода на пенсию, как был 60 лет и 55. Мы говорим о том, что нужно национализировать наши природные ресурсы, природную ренту. Сегодня обогащаются на наших богатствах конкретные граждане. Вот сейчас список Форбс, первая пятерка российские, миллиардеры, там по 20 с лишним миллиардов. Михельсон, Олег Перов, Лисин, Тимченко. Мы за них, конечно, рады, но это сомнительная радость, потому что эти деньги, не их должны были обогащать, а весь наш народ. На больницы, на школы, на детские учреждения, на те же пенсии. Если бы эти деньги работали на всю страну, не надо было бы повышать пенсионный возраст. А так обогащаются некие Михельсоны, а страна нищает, народ нищает. Вот наши главные претензии. Поэтому национализация, прогрессивный налог во всем мире, в нормальных странах, более богатые больше вкладывают в общий котел, в бюджет. В этом нет никакого криминала. Если наше государство не способно этот процесс обеспечить, значит, это плохое государство. Надо менять это государство, менять высшую власть. Поэтому сегодня акция за Россию. Вы за Россию, мы патриоты России. Мы никакие там не космополиты, прозападные, которые хотят в объятия Вашингтона кинуться. Нет, мы патриоты. Но с такой властью Россия лишена перспектив. Лишена богатейшая страна. Высокие цены на нефть сколько лет. И мы теряем время, теряем время. Уже многие годы последние мы теряем темп, теряем время. Продолжение следует...